Пройти процедуру гемодиализа теперь можно будет в Наринмаре. Всё необходимое оборудование доставлено и смонтировано. Осталось только завершить процедуру лицензирования кабинета. Медики обещают, что это произойдёт уже в октябре. Ольга Русул расскажет подробнее. Покупайте билет на супу, спереди. Татьяна Бобрикова одной из первых входит в отделение гемодиализа. Именно она стала инициатором того, чтобы в городе открылся такой кабинет. Била, как говорится, во все колокола и стучалась во все двери. Во время прямой линии дозвонилась до президента. У меня папа в августе прошлого года, в конце июля, заболел, тяжело заболел. В реанимации лежал. Спасибо врачам, спасли его. И у него перестали работать почки. А у нас такой аппаратуры нет, поэтому отправили его в Архангельск. Это, можно сказать, на пожизненно. Без родных и знакомых вдали от родины. Татьяна очень переживает за отца. К слову, с подобной ситуацией приходится сталкиваться и другим жителям Заполярья. Сейчас такую терапию получают 10 человек из Ненецкого округа. Он вернется в ноябре сюда. Папа очень обрадовался. У него даже голос другой стал. Он ждет, не дождется, когда вернется сюда. Все равно жить на родине лучше. Пускай не внеси. Понятно, там внеси, уж он никогда не вернется. Но здесь, с нами, рядом, с нами, со мной, с детьми. Внучка приезжать будет на каникулы. Татьяна не скрывает радость. Благодарит власти округа, которые услышали ее проблему и помогли с решением. Скоро семья воссоединится. Для нас открытие отделения гемодиализа чрезвычайно важно. Потому что не только папа Татьяна Григорьевна в таких условиях вынужден жить в другом городе, чтобы просто жить и проходить эту процедуру. Поэтому расскажите, когда вы откроете это отделение, и когда отец Татьяны Григорьевны может вернуться в семье и жить абсолютно полноценной жизнью здесь, в своем родном городе. Мы на финишной прямой открытие центра. Самое главное, оборудование смонтировано. Все готово для проведения процедур. Нам несколько дней еще понадобится, чтобы оборудовать мебель в отделении, расходный материал завести, и мы готовы принимать всех пациентов. Отделение гемодиализа откроется на базе Ненинской окружной больницы и разместится в лечебно-диагностическом корпусе на авиаторов 9Б. Для работы в отделение в Ненинский округ приглашены медицинские работники соответствующего профиля. В медицинской организации с Ненинской окружной заключен договор государства частного партнерства у Брянского фарма, который предоставили нам оборудование и чьи врачи будут обслуживать наших пациентов. То есть сейчас наша задача вернуть пациентов, которые проходят процедуру гемодиализа за пределами Ненинского округа, а доктора, которые работают с этими пациентами, будут консультировать наших докторов, обучат их работе на этом оборудовании. Добавим, что по итогам рабочей поездки губернатор дал поручение организовать прием нефролога для проведения консультативных приемов пациентов с заболеваниями почек.